приветище это скреп механик и наши удивительные инженерные постройки в прошлой серии мы сделали огород после чего мне написали в комментариях что огород можно также делать и на асфальте что мы сейчас с тобой попробуем также мне написали что это за черная баночка оказывается это нефть которую нужно искать под водой чем мы сегодня и займемся потому что я хочу сделать нормальный движ давай посмотрим действительно грядку можно делать на асфальте если так дел пошло то давай попробуем еще на стенке можно а на стенке только можно разместить мешок было бы прикольно если бы на стенке можно было делать грядки так давай попробуем разместить на тачке нет на тачке никак блин а я-то хотел сделать дом на колесах и на крыше сделать грядки это было бы вообще круто грядки катались бы со мной постоянно. Ну, увы-ях. Вот. Вот эта вот штука это у нас получается нефть. Нифига не масло, как я думал. Спасибо подписчикам. Давай-ка мы, короче, наделаем вот таких вот блоков парочку. Пускай они создаются. А мы пойдем с тобой поплаваем в нашем озерце небольшом. Чтобы освободить место, я сейчас быстренько рассажу тут помидорчики. Сперва грядку восстановим. Мне вот, кстати, интересно. Тут можно супы варить? Например, овощную рагу какую-нибудь. Напиши мне об этом обязательно в комментарии. И не забудь поставить лайк этому видео, если тебе нравится скраб-механик. И подписаться, если ты еще не подписан. Ну, а мы ныряем. А, подожди, нет, не ныряем. Я где-то... О! Надо же палить вначале все это дело. А то уже ночь. Хотя нет. Давай ныряем, а то уже ночь. Я потом под водой вообще ничего не увижу. У меня же фонарик с собой нет. Так, значит, мы ищем с тобой нефть и ищем с тобой клей. Точнее, не клей, а ракушки, которые выделяет клей. Они нам очень нужны. Вот это что такое интересное? У меня, кстати, воздух кончается, так что нам тут сильно задерживаться нельзя. Ракушечки! Вот это кислородная тема, нет? Можно подышать. Опа! Что-то выпало. А вот, собственно, и клей мы нашли. Отлично. Можно будет сейф сделать. Подкинули гениальную идею сделать сейф прямо на тачке и это будет, типа, мой багажник. В принципе, я этим и займусь. Обязательно сделаем сейф на тачке. Ух, блин, как уже потемнело-то. О! Это что такое плавает? Давай-ка подплывем. Похоже на какую-то деталь. Причем деталь от робота. Использовать. Ноты грузоботы. Что это такое? Давай заберем. А вот, собственно, вот эти штуки, скорее всего, и выделяют нефтяные отходы. И в них, если разбить, будет нефть. Давай сейчас попробуем. Разбивать ничего не надо, нужно просто поднять. Находка неочищенная нефть. Блин, еще и нефть как-то очищать надо. А как ее очищать? Ладно, сейчас разберемся. Все, наконец-то я выбрался. Теперь можно заняться своими грядочками. Прикинь, я еще, короче, из грядки не разобрался. На меня уже роботы бегут. Вы офигели? А как же таймер? Ты глянь, ты глянь! А ну отошли отсюда! Блин, меня сейчас тут прикончат. Ой, все. Разворотили мой огород весь. Даже таймера не было. Прикинь. Они еще и ломают там что-то внутри. Вы что, совсем оборзели? Мои стенки разламывают. Вот проказники, а. Все. Вывернул всем бошки. Охреневшие вообще. Эх, вещь огород на смарку. Все разломали. Да. Кстати, насчет дверей. Было куча комментариев о том, что двери нужно ставить тогда, когда у тебя будет контроллер. Я почитал тут тоже вот свою энциклопедию. И действительно, нам нужен вот такой вот контроллер для того, чтобы сделать двери. Без него никак. Вот так-то. Все настроение. Грядками пропало заниматься. Смотри-ка. Сидит в кустах. Палит. Партизан. Ща эти бомбану. Козлин такой. Это ты, наверное, всех позвал, да? Слушай, я тут вот что подумал. Давай попробуем забраться на крышу. Вот на эту крышу. И попробовать там развести свой огород. Буду делать, как в Майнкрафте. Строить под себя. Итак, мы вроде бы как на крыше. И я думаю, что вполне реально здесь что-нибудь посадить. Сюда-то уж точно не доберутся наши роботы. Но этим я займусь чуть позже. А пока... А пока... Давай посмотрим, сможем ли мы сделать двигатель. Вначале нам нужно сделать клей. У нас получилось две баночки. Так, мне кажется, что меня кто-то бьет. Или кого-то ломает. А, нет. Это просто робот трещется. Фух. Я уже испугался. Так, насчет нефти. Давай посмотрим. Вот она у нас, неочищенная нефть. Кстати, она вроде бы такая нам и нужна. То есть очищать ее даже и не нужно. Вот он двигатель. Блин! Чуть-чуть не хватает материала. Но, по-моему, у меня где-то был он. Сейчас пошаримся. Не, нифига нигде нету. Придется сделать вылазку на роботов. Потому что они, по-моему, только с них сыпятся. Ну, а я, по крайней мере, могу теперь сделать холодильник. Хотя холодильник нам уже не нужен. Потому что клей у нас есть. Мы можем сделать сундук. Уверен, что в нем больше места для хранения. Но для того, чтобы его сделать, нужно больше вот такого материала. Вот что. Все блоки у нас готовы. Забираем. Делаем сундучок. Наконец-то. Нормальный сундук у меня будет. Ох, нифига себе. Первый раз вижу, чтобы бот что-то варил. Дружище, покажи, что ты там делаешь. Смотри, что ты еще внутрь заглядывай. Прикольный такой бот. Что там у тебя? А там, кстати, ничего и нету. Пусто там, пусто. Все, закончил. Спасибо за сундучок. Пойдем поставим его на мой трицикл. Как багажничек. Главное, чтобы этот сейф не сломали. В конечном итоге. Вот тут вот ему самое место. Огонь! Теперь у нас есть багажник. Сколько места? Нифига себе, сколько! Вот это да! Кстати, вот насчет вот этой башки. Насчет вот этой башки. Надо разобраться, что это за фигня такая. Ставим здесь. Использовать. Ноты грузоботы. Давай радио отключим. Отключаем радио. Что это такое? Включаем звук. Ретро. Танцы. Короче, таская вот этот ползунок, я могу играть нотами. Вот так-то. А вот это переключение, короче, как будет играться эта нота. Либо так, либо вот так. В общем, это музыкальный инструмент какой-то. Пускай здесь полежит. Ну что, теперь мы можем со спокойной душой ехать на вылазку. Кстати, насчет того, чтобы сделать мой трицикл полноприводным. К сожалению, я не смогу это сделать, потому что у меня закончились лимиты на подключение. Смотри, что пишет. Достигнут лимит соединений. Возможно, мы этот порог как-то обойдем, когда я подключу новый двигатель. Но пока гоняем так. Здорово! Мне нужна твоя какая-нибудь фигня. Я забыл, как та штука называется. Короче, какой-то материал мне нужен. Выпало, выпало, выпало. Это она? Нет, это электросхема. Что там мне нужен-то? Как вот эта штука называется? Вот это что у нас? Набор компонентов. Вот что мы ищем. Может, в этом ящике что будет? Полезненько. Набор компонентов. Целых два набора. Обалдеть. Недалеко от дома даже не отъехал. Ну, шикарно же. Еще и опрыскиватель с удобрением нашел. Кошерно. Все, сейчас у нас будет двигло. Новый. Навороченный. Давай, бот. У тебя есть важная мысль. Let's go. Двигатель будет через минуту 26. А я пока думаю заняться лесенкой. Значит, как мы будем делать лесенку? А еще просто. Мы вначале на подъемнике ставим сюда подъемник. Посмотрим, сможем ли мы подняться до труп. Поднимаемся наверх. Нет, не сможем. Печаль. Ладно, тогда напрямую будем делать. Значит, подъемник нам нужен для того, чтобы у нас лестница была непрямая. То есть, чтобы попасть на лестницу, нужно вначале поставить подъемник. Это антивандальная система от роботов. Вот тут вот на этом уровне мы начинаем строительство, значит, нашей лесенки. Ну все, лесенку я там замутил. Разбираем, короче, грядочки. И переносим наш огород на крышу. Сейчас я тебе покажу мой механизм доступа на крышу. Он очень гениально простой. Вообще без всяких заморочек. Короче, вот тут вот я подъемник оставил. Он у меня тут будет постоянно стоять. Это мой лифт, который поднимает нас на лесенку. Это сделано специально для того, чтобы роботы наверх не могли попасть. Они же все-таки разумные. Я уверен, что они по лестнице тоже могут подняться. А таким макаром они не поднимутся. Они же не допедрят воспользоваться моим подъемником. Я надеюсь, по крайней мере. О! Что у нас? Вот такая штучка есть. Ништяк. Набор компонентов. И давай попробуем здесь. Капецки капец. Блин! Не получится, короче, грядка на крыше. Только мешки можно расположить. Надо было ранее это попробовать. Когда я сюда первый раз залез. Придется разбирать мою гениальную лесенку. Узо! Была лесенка, да сплала. Но есть другая радость. Наконец-то, наконец-то у нас сделался двигатель. Бензиновый нормальный двигатель. Забираем. И ставим его на наш трицикл. О, да! Вот это мы погоняем сейчас. Значит, это убираем. А вот это ставим. Нифига себе, у него даже переключатель есть. Смотри, какой. Ё-моё! У него есть лимит на скорость. А максимальная скорость у него просто капец какая бешеная. Ещё и улучшить его можно. Кошерно, кошерно. Так, нужно заново всё подключить. Проверим, сможем ли мы сделать полноприводным теперь мой трицикл. Сюда. Сюда. Так, охи проверяем. Крутится не в ту сторону. Нам надо сюда. Тут всё правильно. Ну-ка, проверяем. Достигнут лимит соединения. Блин! Получается, что на один двигатель приходится две оси. А если я поставлю вот этот вот старый двигатель назад, вот тут вот за седуха его воткну, и подключу его также к рулю, достигнет лимит соединения. Блин, не прокапит. Ты посмотри. Но лимит соединений к рулю, скорее всего, достигнут. Давай уберём одно подключение. Вот, например, вот это вот. Убрали. А это подключили. Во! Теперь у нас два двигателя на трицикле. Сколько тут топляка? Нет топляка. Так, я не понял. А, во, у меня всё в карман убралось. Значит, закидываем парочку канистр сюда. И парочку канистр сюда. И сейчас мы проверим вначале, как едет без двигателя заднего. Вначале я его отключу. Ай да, вот. Блин, он завёлся. Не-не-не-не-не-не-не-не. Вырубись, вырубись. Убираем двигатель. Короче, вначале так прокатимся. Поехали. Я даже не слышу, как он работает. Этот двигатель. Он как будто паровой. Посмотри, как он едет плавненько. Но нас скорость не устраивает. Нужно настроить лимит побольше. Вот такой вот лимит ставим. Поехали. Ого! Вот это я понимаю скорость. Но нас колбасит, конечно. Ой-ой-ой, нифига себе. Короче, нужно амортизаторы ставить. Без амортизаторов вот по такой дороге ездить невозможно. Во-первых, мы перевернёмся быстро. Во-вторых, нас очень сильно колбасит. Но скорость, конечно, чумовая. Так, а теперь давай попробуем с задним двигателем, если я ещё поставлю. Тут мы ставим максималочку тоже. Ну чё, погнали? Давай-давай-давай-давай. Поехали. Ну, в принципе, в принципе, знаешь, что я тебе хочу сказать. А, подожди, 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 подожди. Стопэ, стопэ. Да, у меня тут оси перепутаны. Так, надо их перевернуть. Вот так вот. У меня, получается, заднее колесо ехало в ту сторону, а передние ехали туда. Поэтому как-то непонятно было. Заводимся. Теперь всё в одну сторону. Ну, чё я могу тебе сказать? По-моему, разницы нет. Что на одном двигателе, что на двух. Единственная разница, что с двумя двигателями больше бензика тратится. Поэтому этот убираем. Будем ездить на одном. Смотри, смотри, какой занос у меня получается кошерный. Как полицейский, блин. Опа. Ещё разочек. Кончилось топливо и, блин, капец. Этот движок, короче, немереное количество топлива жрёт. Давай-ка мы лимит опустим. Вот так вот сделаем. Надеюсь, что так будет получше. Итак, смотрим на мой дрифт. С такой скоростью, надеюсь, получится. Ну, такой себе. Короче, ладно. Не та тачка для дрифта у меня. Ещё пока соберу получше. Насчёт топлика. Топливо у меня уже кончается. У меня есть ещё пару баночек нефти. Я думаю, что я сейчас это всё переработаю и буду... А, не получится у меня переработать. Хотел бензик сделать. Эх. Ладно, давай посмотрим, что с амортизаторами. Мне простенькие хотя бы. Сюда тоже нужна нефть. И металлические блоки. Не вопрос, металлические блоки сейчас будут. А, не, не, не будет. Тут нужна вот такая какая-то фигня красная. Непонятно, что это. Какая-то микросхема или что. И вот такая канистра с водой, скорее всего. Посмотрим. Могу ли я это сделать? Элементы. Канистра с водой. Сто процентов я смогу сделать. Вот она. Вот она. Вода. Просто нужно ведро с водой принести и всё будет. А тот странный элемент, где мне такой достать? Где? Его здесь нету. Я... Пшиш его знает, что это такое вообще. В общем, если ты знаешь, что это за фигня, напиши мне в комментариях. Без тебя не разобраться. Пойду-ка я, наверное, поныряю за топляком. Уууу, сколько нефти в одном месте нашёл. Сколько топлива у нас будет. Итак, видеоотчёт. Набрал 20 банок, даже больше. 31 баночку нефти, 9 клея. И думаю, что мне этого будет достаточно. В общем, делаем сейчас себе бензик. О, кстати, а вот и контроллер, о котором мы с тобой говорили. Который нужен для дверей. Думаю, что 5 канистр нам должно хватить. Теперь пойдём вот сюда, посмотрим, что из ботов мы можем ещё сделать. Уверен, что уже можем. Итак, бот-мастер у нас есть, бот-повар. Кстати, бот-повар, блин, точно, он же по-любому будет нам супы готовить, кстати. Бот-очиститель. Мы можем бота-очистителя сделать, но у нас недостаточно вот этого вот материала. Это металл. И вот таких вот компонентов. Чё ещё можем? Бот-застройщик. К сожалению, мы ещё не умеем делать такой вот материал. А вот сборщик ресурсов вполне мы можем себе позволить. Давай мы его попробуем замутить. Пускай строится. Надеюсь, он упадёт не сверху на моего бот-мастера. Кстати, бот-мастер... Блин! Всё-таки упал на бот-мастера. Бот-мастер закончил топляк там делать, кстати. Забираем. Поднимаем этого бота. И куда бы его поставить? Нифига себе, он мощный. Этот сборщик. Я думаю, что сборщик надо поставить где-то на земле. Где-то здесь. Чтобы он собирал ресурсы. Но он чё-то ничего не делает. Друг мой! Как тебя включить? Может мне чё кинуть надо? Итак, сборщик. Собирает и складывает ресурсы. Когда он наполнится, переместите его к очистителю. И ресурсы начнут превращаться в блоки. А-а-а, сборщик. Я понял, я понял, как это работает. Смотри. Вот у нас есть дерево. Мы, короче, уродим его. И теперь... Ох, нифига себе, возле меня упало. Что-что не на башку. Короче, вот эти блоки надо брать. Иди сюда. Опа! И туда толкать. Прям в него, получается, да? Вставить. О, как! То есть это просто, короче, камера хранения для материала. Вот и всё. Придётся построить бота-разборщик. Пойдём посмотрим, что там для него нужно. Вот он, этот бот-разборщик. Тут его называют бот-очиститель. Нужны вот такие вот блоки. И два вот таких компонента. Не вопрос. Выезжаем на ночную охоту. Нам нужны роботы, металл и компоненты. Врубаем свет и помчали. Чё-то лампочка как-то светит. Не ахти. Подожди. Надо настроить её. Она не настроена, что ли? Да нет. Свет максимум двадцаточка. Ну ладно. Что есть, то есть. Погнали. А вот у нас и первые роботы. Сейчас как на него влечу. Бах! Наконец-то получилось его сбить. И теперь добивающий. Добивающий. Получай. Блинский. Как больно-то. Значит, вот эти штуки я буду складывать на тачку. Буду-буду-буду-буду класть их вот так вот. Мне об этом писали в комментариях, что это поможет защитить так же тачку. О! Да и к тому же сборщик у нас теперь есть. Буду сборщика всё пихать и всё. Ещё один удобритель. Распылитель-удобритель. Не, блин. Надо вот эту штуку поставить спереди. Как-то рано её сделать. Вот так вот воткнуть и будет огонь вообще. Буду таранить роботов. Короче, направляемся мы вон на ту базу. В ту высотку, в которую мы хотели давно попасть. У нас тут подопытный появился. Разворачиваемся. Сейчас попробуем его пронзить. Не получилось пронзить. Сейчас ещё одна попыточка. Подожди. Оно отошло от тачки. Я знаю, что если он вилкой начнёт тыкать, то это будет капец. Мои блоки расцепятся. Налетает прямо на свою балку. Ну, что-то как-то слабенько вообще. Короче, надо на скорость потом попробовать. Буду ручным методом его долбить. Вот ещё одна палочка. Поставим с другой стороны. Рога какие мощные. В принципе, база уже тут близко. Я думаю, что к утру мы до неё доедем. Главное в чё-нибудь не влететь. Надо камеру от первого вида сделать. Оп, вот про что я и говорил. Перевернулись. Ну, дела. Тут, кстати, ещё и боты бегают. Оп, пачки. Надеюсь, он там ничего не оторвал. Ты обурел совсем? Блин, я сейчас могу окочуриться. Могу окочуриться. Могу окочуриться. Опа, мимо. Мимо. Есть. Фух. Слова инженерам. Так, надо быстро поднимать. А лучше пожрать. Подожди, сейчас пожрём. Я слышу ещё тут роботов. Просто не очень хотелось бы тут подыхать. Поскольку хп мало. Чё-то тачку ещё как-то взять не могу. Чё за дела? Тачка! Как тебе перевернуть-то? Сесть-то я в неё могу, а вот перевернуть не могу. Давай-ка попробуем атаку сделать. Поднимаем. О, ништяк. Чё-то получилось, но как-то не очень. Чё тачка-то не... А, походу, из-за вот этих штук. Давай-ка я их сниму. Точно, из-за них была проблема. Вот всё, валим отсюда. Ну вот, мы почти доехали. Тут, правда, куча роботов покороняет эту территорию. Но эта башня вблизи ещё больше, чем мне казалось. Так, за мной никто там не бежит. Вон, бегут. Капец, она здоровая. Чё же там внутри? Вот это база. Вот это я понимаю. Наверное, тачку я оставлю здесь. Роботы за мной ещё бегут. Надо его бомбануть. Он один остался. Иди сюда. Башка с мифичкой. Электроплат с него выпал. Мне интересно, тут чё у нас. О, компонент. Опа, нифига себе. Вот это мне в пуканище прилетело. Нежаданно, негаданно. Главное мне окочуриться. Главное мне окочуриться. Фух. Живы. Здоровы. На, типа, башке. Чё, он даже деталюшечек никаких не оставил. Ну чё, делаем вставочки, чё внутри. А на сегодня это всё. Спасибо за просмотр. Не забывайте ставить лайки, подписываться, если ты ещё не подписан. А я с тобой прощаюсь. Пока. Увидимся в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok